Это у нас кипятильник переносной ПНК-2. Преподаватели военно-учебного центра технического университета показывают образцы полевых кухонь. Они самые разные по размерам и назначению. Вот, например, КП-20. Она без колес. Передвигается на ручной тяге. Можно было даже взять четыре солдата, четыре военнослужащих с двух сторон по два. Для того, чтобы грузить ее на технику и убыть ее в полевой район. А это техника современная. КП-130. КП-полевая кухня. 130 тоже цифра не случайная. Это количество человек, которые она может прокормить за один прием пищи. Все как в ресторане. Первое, второе и компот. Это внук той самой КП-41, которая в период войны кормила наших солдат. Сейчас их топят дизелем. Но какой дизель в войну? Топили дровами. Со слов нашего земляка Аполлона Григорьевича Зарубина, полевая кухня для солдата всегда была как праздник. Бывало голодно. Но это когда кухня отстает. А так, за каждой батареей полевая кухня закреплена. Так что кормили нормально. Но бывало тылы отставали. Бывало, что и мы курочек подстреливали, и другую живность. А если немецкий склад найдешь, не запрещалось консервы брать или еще что? А дедушки этих красавцев-богатырей были главными противниками врага. Конечно, после пехоты. Данная машина базовая. Танк Т-72. Разработан он Уралвагонзаводом, конструкторское бюро, которое находится в городе Нижний Тагил. Данная машина выходила вслед за танком Т-64 Харьковского завода имени Малышева. Ну, как альтернативный вариант, что ли. Победили весной, но танк использовали в разное время года. На этом, уже современном танке, стоит предпусковой подогреватель. С его помощью можно запустить танк в зиму. Ну, а на старых моделях, например, Т-34, такого не было. Копали яму, заливали ее топливом и поджигали. На каждый танк выдавали по 10 подкалиберных снарядов. Это снаряд коммунитивного действия. Он буквально прожигал броню. Но беда была в том, что снаряд легкий по весу и прямой выстрел был равен 400 метрам. На этом расстоянии тигры поражались. Но подойти к тигру на 400 метров было практически невозможно. Всего на сковородке политеха ежегодно выставляют около 20 единиц военной атрибутики и техники. Но этот май стал исключением. Однако увидеть экспонаты вновь можно будет 3 сентября. Напомним, президент страны подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны именно на этот день. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.